Субтитры сделал DimaTorzok Что мы достигли за последнее время в плане обучения в колледжах, образовательной группы и в общем-то не только. То есть этот будет выпуск посвящен действительности, образованию, студенческой миграции в Австралию. И начать хотел бы с предложения, которое достаточно привлекательное и достаточно сырое по цене. Но по всей видимости, что было обещано, то и будет сделано. И так как вы никому ничего не платите на первой стадии, соответственно, этот диалог по небольшому снижению цены будет вестись между вами лично, между хозяином, хозяйкой точнее, оборудовательной группы, маркетинг-менеджером и мною. Наша задача состоит в том, чтобы сделать оборудовательную группу наиболее привлекательным в плане оборудования учебным доведением. И цена является, в общем-то, одним из главных факторов, наряду с качеством. Мы привыкли к очень эффективной оборудовательной связке. Это Lloyd's College и Williams Business College. Однако, ни тот, ни другой не являются, в общем-то, единственным выбором. Это наиболее удобный был выбор, наиболее привлекательный по цене за качество. Но, как всегда, если есть что-то хорошее, всегда появится какой-то конкурирующий вариант, который будет не менее привлекательный или, по крайней мере, привлекательнее для кого-то. Разница между тем, что мы сейчас предложим, и тем, что было, не очень значительна. Дело в том, что наряду с Lloyd's College существует достаточно значительное количество других учебных заведений. И даже внутри оборудовательной группы мы имеем несколько языковых школ. И одна из них, на мой взгляд, выглядит очень привлекательным выбором. Это школа языковая, языковой колледж с Северного Сиднея. У него есть несколько преимуществ перед Lloyd's College. Первое преимущество состоит в том, что этот колледж находится в том же самом здании, в котором находится Williams Business College. В этом случае вы, в принципе, не меняете своего места обучения за весь процесс вашего пребывания в Австралии. То есть для кого-то это до 4,5 лет, и вы находитесь, учитесь фактически даже на одном и том же этаже. Но я думаю, что в ближайшее время мы немножко изменим локацию колледжа, и он переместится на другой этаж, потому что Williams Business College достаточно стремительно растет, и нам нужны помещения, по крайней мере, под бакалавриат. Другим преимуществом North Sydney English College является то, что в этом колледже новый контакт не столько руководства, сколько человек, в общем-то, занимающийся бизнес-девелопментом. Эника из Венгрии, это очень, достаточно жесткий человек, но очень симпатичная, милая девушка, и она, по-моему, гораздо лучше понимает то, что надо делать для этой языковой школы, чтобы эта языковая школа имела хорошую репутацию среди студентов, причем среди разных студентов. По сравнению с тем, что было до этого, резко сдвинулись приоритеты в сторону европейского и латиноамериканского рынка. Все еще достаточно много ребят из Азии, из Кореи особенно, и все-таки я думаю, что вот эта вот смесь, которая есть в North Sydney English College, она намного более привлекательная, чем была до этого, когда у нас были фактически Корея и Пакистан. До последний год, когда Эника, в общем-то, работала, и достаточно эффективно работала в школе этой языковой в Северном Сиднее, получилось, что европейская и латиноамериканская составляющие, которые очень нравятся, кстати, нашим российским студентам, значительно выросли. Кстати, насчет российских студентов. Очень положительным фактором в Lloyd's College является то, что у нас ребята, в общем-то, много ребят русских и украинцев очень много, и ребята вот эти вот помогают друг другу, очень значительно помогают друг другу, но иногда, иногда ребята не хотят учиться там, где очень много русских. Особенно это относится к тем, у кого есть семьи, к тем, у кого достаточно прочное финансовое положение, и эти ребята хотели бы как-то немного изолировать свое общение на русском языке. Взаимоподдержка им не особо нужна, и в то же время они всегда ее могут получить сел в автобус или в поезд, и через 10 минут уже, грубо говоря, в Lloyd's. Поэтому такого сильного деления на тех, кто в North Single College и в Lloyd's College в общем-то не будет. При этом вот эти вот преимущества, что для этих людей меньше общения на русском, это колледж, который хочет себя доказать. Lloyd's уже ничего не надо доказывать, он и так очень хорош, но North Single English College по своему качеству Lloyd's не уступает. В принципе, это те же самые команды, это очень взаимозаменяемые коллективы, где преподаватели переходят с одного колледжа в другой, зачастую где менеджмент один и тот же, и где образовательные программы одинаковые, но все-таки, как всякая школа, которая хочет себя доказать, она имеет в этом плане определенное преимущество. Я бы не стал говорить, что North Single English College лучше или хуже Lloyd's, но это что-то другое, и для тех, у кого есть желание учиться на пакете, в принципе, и отдельно, для тех, кто хочет меньше общаться на русском и кто собирается идти в Williams Business College, не меняя своего географического положения, находясь близко, проживая к колледжам, для тех, выбор пакета North Single English College и Williams Business College был бы хорошим выбором. Я бы сказал так, ввиду того, что все интенсивные курсы у нас находятся в North Single English College именно утром, я бы порекомендовал этот выбор тем, кто не хочет особенно работать, то есть, кто финансово достаточно крепко стоит на ногах. Для тех, кто хочет подрабатывать по вечерам, то есть, это наши девушки, они обычно работают официантками, продающицами в магазинах. Вечернее время самое продаваемое, поэтому у них и трудоустройство обычно по вечерам. Соответственно, дополнительное преимущество – это только 4 дня учебных, и, соответственно, пятница, суббота, воскресенье, выходные, что тоже очень удобно для некоторых, по крайней мере. И для семей, потому что в семье, если кто-то подрабатывает, в основном муж, если кто-то учится, в основном жена. Если жена учится по утрам, и по утрам учится ребенок, соответственно, вечером жена забирает ребенка после окончания своего учебного дня, добирает из школы или детского садика, соответственно, муж достаточно освобожден. И вот эти, так называемые, прицепы, они достаточно комфортно себя чувствуют, когда супруга учится в North Sydney English College. Естественно, всякая разница стирается, когда вы идете в Вильям Бизнес Колледж. Здесь вы учитесь, и те, кто из Лоицы, и кто в North Sydney English College, учитесь в одном и том же месте. Но, опять-таки, преимущество, что вам не надо изменять привычных маршрутов, вам не надо переходить из Таунхолла на Норд Сидней, вам не надо, может быть, менять свое место жительства, если вам понравилось оно. Это большое преимущество. Я не скажу, что это очень значительно, но, по крайней мере, это дает разницу. Разница и выбор всегда за вами. И теперь, я думаю, что надо будет посмотреть. Цена льготная. Цена даже за год обучения, без учета, что это будет в пакете. Я надеюсь, что это будет 7200 долларов, плюс 200 долларов enrollment fee, плюс страховка 526 долларов. То есть, это цена пакета, если вы идете в Лоидс на вечерний курс. Если же вы идете в Норд Сидней, идете даже на утро, которое в Лоидсе, по идее, дороже, особенно для тех, кто не идет в пакете, а просто едет на курсы по изучению английского языка, я думаю, что это преимущество будет уже достаточно значительное. Это преимущество будет выражаться где-то в лишние 1400 долларов. И я думаю, что в этом случае для тех, кто едет просто на обучение в Норд Сидней English College, просто на обучение английскому языку, Норд Сидней English College будет иметь определенное преимущество. Я бы не рекомендовал нашим студентам из Узбекистана подаваться в Норд Сидней English College, потому что есть недобрая память о том, как студенты из Узбекистана, в принципе, обманутые человеком по имени Искандер, получили 30 или 40 отказов. Я не контролировал эту ситуацию, потому что это были не мои студенты, и бывший менеджер колледжа делал это все до спиной моей. Ни один из студентов не получил визы, и это была большая проблема, и я не стал бы дергать тигра за усы. И обучение в Норд Сидней English College не для студентов, которые едут из Узбекистана. Для ребят из России, Казахстана, Белоруссии, многих других республик, я думаю, что Норд Сидней English College будет очень хорошим выбором. Что касается других программ, я думаю, что мы найдем обучение, которое будет, может быть, даже немножко дешевле, чем пакет с Филленд Бизнес Колледжем. К сожалению, боюсь, что качество обучения будет достаточно низкое. Иногда люди спрашивают меня, дай нам самое дешевое образование, которое есть в сфере высшего образования в Австралии. Но качество и все остальное нас не особенно интересует. Таких людей, я бы сказал, единицы, но они есть, и даже если это будут 15-20 человек в год, им надо дать такой выбор. Но сразу предупреждаю, таких учебных заведений единицы. Обычно я не рассматриваю партнерство с учебными заведениями, где и собственность, и менеджмент, и преподавательский состав, и студенты, и их агенты представляют в основном так называемый субконтинентальный рынок. То есть это Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка. Если я вижу, что... То есть, когда я выбираю учебные заведения для своих студентов, я руководствуюсь принципом цена за качество. Цену, конечно, мне узнать достаточно несложно. Реальную цену, не ту, которую вы видите на веб-сайтах. Но, что касается качества, самый простой пример, это взять список агентов, с которыми работает этот колледж. Скрыть можно, кто твои студенты, скрыть можно, кто твои менеджеры, скрыть можно, кто владелец колледжа, или, по крайней мере, до какой-то степени это возможно скрыть. Но лист агентов, когда 90% это Индия, Пакистан, Непал, это не скроешь. И самый низкий, самый грязный, скажем так, уровень в обучении в Австралии, это уровень, где очень много студентов из Индии, из Пакистана, ну и из других этих маленьких индоподобных государств. Таким является высшим учебным заведением университет Южного Квинсленда, с Сиднейским кампусом, который в действительности является одним из самых дешевых в университетском секторе. Но качество, даже по признанию самого владельца, очень-очень сомнительное. Это на 100% фактически индийский университет, с индийскими студентами, собственниками и менеджерами. И опыт показал, что ни при каких условиях в этом университете, в Сиднейском кампусе, учиться, в общем-то, не стоит. Есть несколько групп образовательных, которых тоже можно назвать индийскими по составу. Если очень будет нужно, я сделаю такие пакеты для людей, но сразу предупреждаю. И качество обучения, и рейтинг, и то, как вы будете, и с кем вы будете учиться, будет очень сомнительное. И поэтому, давайте так, все ваши проблемы, все ваши беды и вопросы в рамках университета Центрального Квинсленда, который будет являться, скажем так, высшим уровнем, в рамках образовательной группы, включая Williams Business College, будем считать, что это наиболее приемлемым по цене за качество, таким средняком крепким. И вот этими колледжами, то есть первые вот эти два уровня мы будем решать, мы имеем возможности, силы и влияние, решать какие-то проблемы на уровне, где зачастую люди, с которыми не о чем говорить, я не буду. И вы получите этот пакет, вы получите наверняка визу, не проблема, вы приедете, и цена будет, скорее всего, соответствовать в дальнейшем. В начале понятно, будет соответствовать, в дальнейшем тоже. Но за качество, пожалуйста, с меня не спрашивайте. Если вопрос стоит только о том, чтобы получить визу и корочки после того, как вы получите это образование, я не могу быть против, я, скажем так, вам дам такую возможность, но, пожалуйста, потом не говорите, что вот почему там хорошо, вот у нас плохо, нет. Образование должно быть дешевым, но когда вы делаете самое дешевое образование, это как и самое дешевое проживание, вы можете жить в достаточно хороших, чистых районах с приятными людьми. Это хорошо, это, но дорого. Вы можете жить в районах таких, как, предположим, Кабрамата или Харрис Парк, особенно, давайте поговорим о последнем, но вы будете жить среди людей, которые патологически не знают, как и куда девать мусор, и поэтому они достаточно грязные районы, особенно, повторяю, вот такие районы, где живут наши индийские друзья. Ничего с этим не поделаешь, их много, но выбор за вами. Хотите учиться в таких колледжах, где люди платят копейки, живут на занимаемые деньги, работают как роботы, и поэтому они физически просто не могут и не способны по-нормальному учиться, эти люди будут задавать тон в таких учебных заведениях. Соответственно, эти учебные заведения никогда не будут ориентироваться на вас, а будут ориентироваться на них, чтобы абы как вы получили образование. Но если вас не устраивает абы как, вам придется переходить в другое учебное заведение. К сожалению, это так. Поэтому с этого дня мы, по всей видимости, будем иметь вот этот эконом, даже не знаю как, класс. Мы будем иметь хорошего, крепкого середнячка. Это пакет с Виллиант Бизнес Колледжем, который, ребята, я очень прошу вас понять, если я сейчас борюсь за то, чтобы снизить цену в этих колледжах, это будет как бы касаться всех новых энроллментов. Это не будет касаться энроллментов прежних, хотя мы и за это будем бороться. Но если человек уже начал учиться, если человек уже приехал в Австралию, мне очень трудно забрать часть денег и отдать вам, потому что, во-первых, эта выгода будет очень маленькая. Не ожидайте, что вам снизится стоимость на треть. Но насколько-то, я думаю, мы сумеем сторговаться, мы сумеем что-то изменить. Но идет борьба именно за новые энроллменты, чтобы обучение было дешевле и дешевле. Это точно так же, как с ребятами, которые сейчас заканчивают СИКИЮ, которые уже получили даже вид на жительство. Ребята платили больше на 20%, потому что те, кто шли за ними, многие получили стипендию в то время. И было достаточно обидно, потому что потеря шла на счет, допустим, 5-6 тысяч долларов. К сожалению, такова жизнь. Если не бороться до уменьшения, то те, кто уже учится, у них не понизится стоимость. Те, которые будут учиться, у них стоимость будет выше. Поэтому вы должны меня понять правильно. Иногда стоимость обучения у вас будет разная. Незначительно, но будет разная. И поэтому примите это как должное. Не осуждайте меня за то, что следующие, может быть, будут платить чуть-чуть меньше. Но за все надо платить. Поэтому я думаю, что для тех, кто собирается учиться по стоимости... William Business College, например, по стоимости 1250, а не 1400 за предмет, должны будут подаваться из России, уже проплатив полностью первый семестр, а не 2000 залоговые. И я, в принципе, рекомендую ребятам все-таки проплачивать первый семестр, потому что я думаю, что особой альтернативы даже по цене William Business College не будет. Для примера скажу, что самые дешевые, можно сказать, мусорные индийские учебные заведения за один семестр, за четыре предмета берут, по-моему, четыре с половиной тысячи долларов. Если это будет цена 5 тысяч долларов, то только за то, чтобы не находиться рядом с вот этой публикой и не снижать планку образования, я думаю, что все-таки 500 долларов полгода это небольшая цена. К сожалению, хорошие преподаватели, к сожалению, хорошие условия и хорошее окружение, они что-то стоят, и это что-то придется платить. Опять-таки, те, кто хочет учиться на университетском секторе, «Пожалуйста, университет Центрального Квинсленда». По-моему, мы в нем навели порядок, что его уровень повыше многих рейтинговых университетов. К сожалению, пока пакета нету, и это большая проблема именно для университета Центрального Квинсленда. Но после того, как вы закончите год обучения языка, или даже в процессе его обучения, вы можете уже внутри перепадаться и получить заведомую магистратуру без сдачи IELTS. Вот те последние новости, которые мы имеем на сегодняшний день. Большое спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.